С вами Биржа Саженцев и Юрий Курский. И перед нами, я не побоюсь этого слова, совершенно роскошная порода. Это сосна румелистская с длинной мягкой хвоей по 5 хвоинок в пучке. Это высокоадаптивная порода, близкий родич сосна гималайский. Но это куда более стойкая порода для нашего сурового климата. Для сравнения, сосна гималайская в этом дидрарии подворонежья не выжила. Например, арборета мустела, это Южная Финляндия, оценивают ее как идеальную породу для их условий. Но арборета мустела это 5-я климатическая зона, подворонежья это 4-я климатическая зона. Тем не менее, они себя тут чувствуют прекрасно. Тут небольшая плантация этих сосен, они дают семена. Они семена всхожие, есть даже самосев. А в отличие от других сосен, эта порода теневынослива. Причем она теневынослива на уровне ели. С возрастом это дерево не дряхлеет, не становится хуже. Она становится еще более роскошной и пышной. Древесину активно используются в строительстве. Древесина более прочная, чем у нашей обычной сосны. Скорость роста примерно такая же, но декоративность, конечно же, на порядок больше, чем у нашей обычной сосны. В отличие от похожей сосны вемутовой, которую не специалист не отличит между собой, потому что они очень похожи. Но эта сосна не поражается красной жавчиной, за что ее очень любят выращивать питомники растений. Ну и надшафтные дизайнеры. Я снимаю соснуру милиску вблизи. Мы видим, у нее такая сизоватая, красивая, пятигольчатая хвоя. А это красивый ствол сосныру милиской. Вот мы сейчас вам покажем ее более подробно. Посмотрите, какое роскошное дерево выросло в суровых условиях засушливой черноземья. Напомню, что это вовсе не 4Б зона, как Воронеж. Воронеж – это именно окрестности Воронежа, то есть чистая 4-я зона. Конечно же, она не настолько холодная, как, например, Подмосковье или Владимирская область. Но, тем не менее, открытое поле, суровые полевые условия. И вот такая вот плантация в милиской сосны. А с вами была Биржа Саженцев. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok